Сейчас покажу вам пример, что все-таки надо учиться, иначе будете работать где-нибудь в порту лопатой. Вчера мы только со Старповым начали этот разговор заводить. Действительно, с судна выходишь в город, и когда проходишь все вот эти строения, смотришь, как люди работают, да, и ты понимаешь, что все на самом деле не так просто, как кажется, на суше. Здесь профессию, чтобы получить достойную, надо, конечно, постараться не меньше, чем на флоте. Конечно, многие скажут, что раз ты не учился, то и получил. В жизни бывает всякое, конечно, что людей вынуждает жить, идти работать на подобные профессии. Кто-то, может быть, использует как вторую работу. Никуда от этого не денешься, если нужны деньги, нужно кормить семью. Поэтому вот так и происходит у нас в России. Уголь почищают рельсы, в общем, очищают для того, чтобы кран смог проехать. Конечно, некрасиво наблюдать, как другие работают, но так. Пример для тех, что все-таки надо учиться, и желательно уже начинать сейчас. Это никогда уже будет поздно. Хотя понятия поздно не бывает, учиться можно всегда. Дело в том, что что вы успеете сделать после того, когда вы закончите поздно свое учебное заведение, получите образование. Это большой вопрос. Поэтому чем раньше вы это поймете, тем лучше. В принципе, и меня это тоже касается каким-то образом. Я тоже не сразу понял, что надо учиться, стараться. Ну, как правило, к 30 годам, у меня немножко пораньше это пришло, конечно, в 25. Вот, когда я уже точно понял, что надо все-таки быть более целеустремленным и делать все, чтобы улучшать, так скажем, свой жизненный уровень. Конечно, мы работаем на судне и получаем зарплату за то, что все-таки мы находимся, во-первых, вдалеке от дома, а во-вторых, мы приходим вот в совсем незнакомые места, да, допустим, этот порт Выборг, да, еще никого, допустим, здесь не знаешь, ты не можешь выйти отдохнуть. То есть ты, в принципе, ограничен в свободе, поэтому как бы ты зарабатываешь. Тут же есть обратная сторона медали, да, что все это, конечно, не очень хорошо. Потеря времени, а время в жизни самое главное. Поэтому кто-то выбирает, так же и моряки выбирают. Лучше я буду работать в порту, чем на судне по 4 месяца. Лучше я буду махать лопатой. Зато буду с семьей с утра до вечера. По выходным, ну и, соответственно, по вечерам, по будням. Вот все, что я хотел так высказать, философски, да. Все, всем пока.